В декабре прошлого года в городе Якутске прошел Восьмой съезд Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия. Программа съезда была насыщена и, несомненно, отнимет в своевременных и актуальных мероприятиях можно считать информационно-правовой семинар-совещание по вопросам защиты прав коренных малочисленных народов Российской Федерации организованные Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации совместно с Федеральным агентством по делам национальности. Главные вопросы, рассмотренные на семинаре, это сохранение и развитие традиционного уклада, культуры коренных малочисленных народов, приоритетные направления государственной национальной политики, острые проблемы, с которыми они сталкиваются при введении традиционной хозяйственной деятельности – рыболовства, охоты, оленеводства. В течение двух дней очень плотно и плодотворно обсуждали, искали пути решения, консультировали по основным вопросам, которые сегодня остро стоят на повестке дня. В республике Саха-Якутия, как уже говорилось, выработана большая законодательная база по защите прав коренных малочисленных народов Севера, разработаны государственные программы, но тем не менее проблем остается очень много. И мы надеемся сегодня, мы все-таки некоторые из этих вопросов, по крайней мере, что-то разъясним, снимем вопросы, а что-то нам еще предстоит будет решать. В этом я предлагаю коллеге еще несколько минут, если есть, может быть, вопросы от наших деликатов. Какие есть вопросы именно по национальной политике, поддержке малочисленных народов? То, о чем Юлия Аксинова говорил, может быть, вы хотели бы что-то упрощение? Это и актуальные вопросы государственной национальной политики в отношении коренных малочисленных народов Российской Федерации, законодательства и практика. Юлия Яковлевна Якель, юрист-эксперт Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, подробно рассказала о том, какая ведется конкретная работа и какие приоритетные задачи стоят перед Ассоциацией. Второй блок был посвящен вопросу реализации прав коренных малочисленных народов Российской Федерации, в взаимодействии Института Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов с Генеральной прокуратурой Российской Федерации. В январе текущего года с моим коллегой из Камчатского края Алгана Розой Михайловной встречались с заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Демешином Дмитрием Викторовичем, на котором он задали проблемные вопросы реализации прав народа в Севере. Дмитрий Викторович обозначил позицию Генеральной прокуратуры и вообще он в позиции крепкого государства, где уступает всегда, отметил, что все вопросы, которые касаются реализации прав коренных малочисленных народов с Севера, он отдельно по каждому региону, когда проводят коллеги, отдельно отмечает необходимость рассмотрения их в особом порядке, проявляет особый подход к их рассмотрению и разрешению. Также у меня действует соглашение по взаимодействию с прокуратурой Республики Сахарик-Бутия, направленное на взаимодействие сторон по вопросам обеспечения прав и законных интересов коренных народов с Севера, проживающих на территории Республики Сахарик-Бутия. Ведется конкретная совместная работа по тем или иным проблемным вопросам и также диалог по возможным путям решения вопросов на системном уровне. Карта полноушения отличается в состав беженовательной рабочей группы о противодействии нарушения законодательства в экологической сфере и защиты арктической природы, образованной прокуратурой. Регулярно участвую в различных совещаниях и мероприятиях, которые организуют прокуратура Республики Сахарик-Бутия. В частности, в этом году недавно состоялся подводный разбор права круглого стола, правовые проблемы обеспечения права животного мира и биологических ресурсов. По итоговой резолюции круглого стола, в настоящее время, совместно с Минокологией, ведется разработка проекта, направленного на реализацию права коренных москового севера на охоту в целях обеспечения традиционного ведения, традиционного образа жизни и сушения традиционной хозяйственной деятельности в соответствии со статьей 19 федерального законного охота. Есть вполне конкретные примеры взаимодействия и сотрудничества с районными прокурорами. Я вчера обещал о том, что в прошлом году удалось сохранить территорию традиционного блюдопользования Усмайского района, и это произошло не в последнюю очередь благодаря тому, что мы нашли все-таки поднимание нашей позиции у районного прокурора Суверникова Александра Гавриловича. В результате нового обстоятельного разговора дискуссии удалось убедить его, что сохранение территории традиционного предупоряется вреда направлено не только в интересах коренных москового севера, но и в интересах всех жителей Усмайского района. Также я отмечу, что благодаря его принципиальной позиции было закрыто уголовное дело по так называемой незаконной обводе оленевода. Ну и помимо этого, конечно, я в рамках своих служебных командировок стараюсь по мере возможности встречаться с другими районными прокурорами, и надо сказать, что со многими из них у меня есть контакт, и в случае необходимости я могу напрямую выйти на них и постараться вместе решить какие-то иные вопросы. Уже прозвучало то, что ранее уже прошел семинар встречания с Генеральной прокуратурой в городе Владивостоке в рамках восточного экономического форума. На семинаре выступал Андрей Николаевич Ланзаконов и проводил управление генпрокуртуры по дворей восточному по мидеральному клубу. И вот те проблемные вопросы, которые и сейчас звучат, и тогда звучали в рамках семинара встречания, он обещал, что они будут взяты на контроль Генеральной прокуратурой, и будем вместе как-то стараться начать решение самых основных проблемных вопросов. Ирина Пахомова-Спиридонова, супруга алданского охотника Степана Пахомова, прошла почти все инстанции. И на семинаре она рассказала о сложностях и перипетиях резонансного дела. Благодаря ее настойчивости и грамотной работе дело каждый раз пересматривается, но результат пока неутешительный. Сегодня охотник Степан Пахомов не имеет возможности даже выехать в тайгу, так как это ему запрещено. Предоставилась такая хорошая возможность быть услышанной на федеральном уровне, потому что писать – это одно, а сказать, да еще при таком большом собрании людей – это другое. Я довольна тем выступлением, я к нему очень серьезно подошла, очень готовилась к этому выступлению. И я рада, что я так спокойно это сделала, хотя, конечно, внутри меня все клокотало, но просто наболела все это время, устала, конечно. Но вот все равно не сдаюсь, только из-за того, что я не сдаю позиции, мы боремся. Вот поэтому мы подаем сейчас уже Верховный суд Российской Федерации. Я очень рада, что вот сегодня Юлия Якель, которая вот именно юрист и международного уровня адвокат Ассоциации КМНС России, она сама предложила свои услуги как адвоката, поэтому я очень рада, что вот пришла сюда, выступила. И рада, конечно, ответам прокурора республики, но представителям прокуратуры республики, потому что тоже так много я обращалась и туда, и сюда, но все были отписки. А сейчас вот услышала я реальный ответ, и я надеюсь, что они это выполнят. Были прецеденты, когда наших защищали, оправдывали Верховный, когда еще в самых высших инстанциях были прецеденты. Но почему так получается, что дело того же алданских охотников, они тянутся к этому моменту? Здесь вся проблема в том, что на федеральном уровне существует подзаконный акт, называется перечень мест компактного проживания малочисленных народов. И этот перечень, он не актуализировался. И если мы говорим про алданского охотника, он охотился вне этих мест. Соответственно, это место не является. Это вот такой законодательный пробел, который сейчас ассоциация во главе с Григорием Петровичем Блитковым устраняет, ну, совместно с Якутией тоже. Потому что для Якутии это самый важный вопрос, потому что само название этого перечня, оно говорит о районах проживания, а не о Якутии установлено это все на уровне поселения. То есть села, наследие. То есть ты вышел за село, и ты как будто уже не живешь на территории коренных народов севера. Ну, это какой-то, правда, казус. Да, это казус. И когда нам ждать изменения? Я думаю, что благодаря поддержке Генеральной прокуратуры Российской Федерации мы в следующем году уже получим какой-то результат. То есть либо мы получим актуализированный список, либо еще какие-то моменты, которые федеральный законодатель учтет. Чтобы вот таких случаев, как с делом Олданского охотника, не повторялись. Мы очень сильно надеемся и на нашу ассоциацию, потому что наша ассоциация всегда поднимает эти вопросы, работать совместно с прокуратурой, с органами исполнительной власти. Но надеемся, что в следующем году все это будет учтено. В блоке о работе по реализации изменений, внесенных в федеральный закон об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, подробно обсудили, какие новые условия регистрации и какие изменения появились в работе общин. Было много выступлений, вопросов и конкретных предложений по этому вопросу. На этом правовом семинаре вопрос, который я поставил, получил довольно-таки четкий, ясный ответ. Вопрос был о учредительстве, общине Труарги. И вопрос конкретный, я говорю, вот, имеем ли мы, учредители, право голоса? И получил ответ. Учредители имеют право голоса. И вот этот вопрос, скорее всего, озвучится на резолюции съезда. Как раз в части нашей работы с органами власти очень помогает, мы сдали сейчас такой сборник, Кодекс Северных Народов, наверное, все его получили при входе. И он был, это наша совместная была работа с Министерством иностранных дел. Кстати, родился он после семинаров в Хабаровске в этом году. Там я буквально упомянула, что надо бы нам сделать такой сборник, потому что, кроме того, что самим кореном, младшественным народом, он как пособие по его правам, то есть это такой путеводитель, здесь собраны международные и российские правовые акты, выдержки из них, которые касаются прав кореном младшественных народов. То есть весь спектр федерального законодательства вы здесь можете увидеть. И мы, кроме того, что предлагаем в ассоциациях, это безусловно иметь, чтобы видеть, но и обязательно дарить органам своей власти, чиновникам, потому что иногда чиновники не представляют, какой объем законодательства и чем вообще регулируются права кореном младшественных народов. Но я не говорю про вашу республику, потому что вы являетесь тем регионом, где права кореном младшественных народов не просто знают, а, наверное, вы являетесь одним из плаванов законодательства регионального области прав кореном младшественных народов, потому что, например, закон о гонологической экспертизе существует только в регионе, не только в республике Сапа-Якутия, больше его нигде нет. Поэтому про вашу регион я не говорю, но в большинстве регионов многие даже не представляют, когда им так показываешь, они так только от объема говорят, ничего себе, а мы думали, вот только три закона, но и два регламента. Вот, поэтому, вот это тоже одно из направлений работы, в котором мы ведем с органов власти, вот эту разъяснительную работу, вас призываем всех так же выступать. Не каждый может аргументированно объяснить, что это место традиционного проживания, что оно относится к коренным народам, что у него есть права, что 19-е статья закона об округе он имеет право находиться здесь с оружием, даже без отмерки сегодня. Но, тем не менее, вот такие вопросы возникают. Поэтому вот такой сборник полезный, читайте сами, рассказывайте своим соплеменникам, и чем будет среди нас больше образованных, тем нам будет проще отставить свои права и столкнуться с меньшими нарушениями. Все вы знаете, что в прошлом году были внесены изменения в закон, и эти изменения должны оказать позитивное влияние на развитие, в том числе экономическое развитие общин, потому что появились позиции уже четко прописанных, то есть раньше это и так было из-за законодательства матекала, но не все так трактовали закон, теперь в законе прямо стоит положение о том, что общины вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, направленную на ее основные цели. И единственное, что нужно для этого сделать, это в устав общины вписать эти виды деятельности и указать акведы, то есть те виды деятельности экономической, которые может заниматься община. И совместно с федеральным агентством УДО национальности мы разработали проект, типовой проект устава общины переменных младчастных народов, тот проект, который соответствует тем новым, которые были в законодательстве, включены. Этот устав, мы думали сначала, что мы сделаем это как методические рекомендации, но нам улыбнулась удача, и этот устав упрежден был как типовой Министерством юстиции летом этого года. Так что теперь мы обязательны для применения всеми министерствами юстиции региональными, то есть исходя из этого типового устава, те уважения, которые там прописаны, уже ни один юст не сможет сказать, что в вашем уставе что-то не так, если вы придерживаетесь этой типовой уставы. Никон Винокуров, глава общины из Алданского района. Основная деятельность общины – охотничий промысел. Два года назад на съезде общины республики Саха-Якутия он говорил о том, что места осуществления традиционной охоты уменьшаются, и сегодня ситуация выглядит, мягко говоря, удручающим. Уже получается, мы, как охотничье хозяйство, у нас не будет, потому что не будет живности, и, конечно, смысла держать общину не будет. Я вот прощу, ну так вот. А желание работать есть? Да, желание-то есть, вот. Очень большое. Я сам многолетний отец, шестеро детей, трое сыновей, и вот думаю, что на будущее им оставить. Участвую в правовом семинаре, и вот слушаю очень много хороших идей, мыслей, конечно. Ну, вот думаю, что вот этот правовый семинар мне поможет. Какого закона вам не хватает как главе национального поселения и как активисту общественнику? Я думаю, вот усиленным развитием промышленного освоения, да, Якутии, и арктической части Якутии, у нас, в нашей, ну, вообще в России не хватает законно в социальной и экологической защите. Сегодня недропользователи получают лицензии в Москве. Роснедр выдают, и многие даже главы районов, не говоря уже о главах маленьких поселений, они практически не знают, кто на их территорию заходит. И те организации практически не несут никакой ответственности в сфере охраны, природоохранного законодательства, бытия, обычая коренных народов. И начинают работать, и практически, даже не рекультивируя, отработали пару лет и уехали. А коренным нам остается это, ну, практически убитая экология, экосистема, загрязненные реки, и с этим мы живем. И вот, я думаю, вот, если мы совместно, вот, будем поднимать и работать в сфере, вот, законодательства, чтобы законодательно закрепить, чтобы недропользоваться, на уровне республики надо издать закон о том, что обязывать, как и этнологической экспертизе, на уровне республики разработать закон о социальной ответственности недропользователей и о бережном отношении экологии республики. Только тогда, ну, как бы, более, ну, плодотворная работа пойдет, я думаю. Коренные народы, для которых охота и рыбалка являются традиционными видами пропитания и заработка, находятся в более уязвимом положении. Как вы думаете, как профессиональный депутат, как профессиональный законотворец, насколько эти проблемы, вопросы решаемы, и как на них отвечает, допустим, федеральный эксперт? Наши депутаты, делегаты съезда, они, значит, задают вопросы, которые, на которые не находили ответа многие года, возможно, и на которые можно сразу найти ответ. Поэтому нам всем очень интересно, мы даже не заметили время. И самое главное, вот в этом семинаре участие генеральной прокуратуры Российской Федерации, которые, значит, с утра прослеживают, на какие вопросы обратить внимание. В этом году парламент Республики Саха-Якутия дал возможность прокуратуре Республики Саха-Якутия быть инисиатором законодательства. И имеется возможность нам совместно прокуратурой, например, региона Республики Саха-Якутия снимать вопросы, которые некорректны к отношению к населению. И это очень интересно. Например, вот я сегодня подняла вопрос по территориям традиционного природопользования, в которых, хотя это территории, но не оформляются участки для коренных малочисленных народов. Это вопрос, который нам необходимо совместно решать. Раз мы говорим об артической гектаре, то внутри территории традиционного природопользования мы должны учитывать и права коренных малочисленных народов, которые в будущем будут сохранять, передавать эти традиции, обычаи коренных малочисленных народов в будущем поколении. Вот с этой целью и создавались территории традиционного природопользования на федеральном уровне. Это вообще уникальный закон, которого нет ни в одном государстве в защиту интересов коренных малочисленных народов. Сегодня должен быть другой подход к ведению традиционного рыболовства, охоты и оленеводства. С чем вы приехали на съезд? Какие идеи у вас есть? Какие вопросы вы хотите ставить? Нет, у меня нет идеи. У меня только одни проблемы. Проблемы у нас в демографии. Вот одна единственная жесткая проблема, которая распространяется во все сферы влияния. В образовании, ЖКХ, в оленеводстве. Все эти проблемы возникли из-за демографии. Вымираем. Самый рассвет поселка, сколько в Коломенском было жителей, на ваших памятах? При Советском Союзе, когда я учился в школе, там несколько человек до тысячи не хватало. Сейчас меньше 500. 400. Я не помню точно, но 213 тюкте осталось. В Коломенском? В Коломенском. Наша проблема еще в том, что мы юридически неграмотные. Вот сейчас до обеда выступали. Есть законы, есть права, а мы об этом не знаем. Вот это как-то разъяснить, объяснить, что мы имеем, что мы не имеем. Насилие та же рыбалка. Были случаи, когда сети бросали люди. Бросить сети, потому что едут рыбоохрана. А у нас, оказывается, есть права на свободное рыболовство, не говоря уже о охоте. Мы не можем прожить, как могут здесь прожить городские, на магазине, а мы без этого не можем. То есть юридическую грамотность. Юридическую грамотность, да. А какие у вас связи с соседним регионом, с Чукоткой? С Чукоткой есть. Каждый съезд, когда у нас какое-нибудь большое мероприятие по ассоциации, по коренным народам, они приезжают к нам в гости и удивляются нашей организации. Такое маленькое количество людей у нас именно в поселке организовываем такие праздники, которых у них нет. В целом регионе. В целом регионе, да. И вот весной, в марте, четвертый съезд Чукотеи будет, они уже наметили планы, кто спонсирует их, какие коллективы приедут. Ну, короче, у них в плане есть на наш съезд именно к нам приехать. Для улучшения положения необходимо развитие предпринимательской деятельности коренных малочисленных народов и их общин. Для этого необходимо придать статус серхозтоваропроизводителя общинам коренных малочисленных народов и признать их субъектами малого и среднего предпринимательства, разработать концепцию развития традиционных отраслей, поднимать престиж профессии оленевод и внести в перечень профессии работницу кочевого жилища. Субтитры создавал DimaTorzok